Боже, 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 Себой негрешеный, Создавый мир Господи и помилуй мне, Боже, Слава Себи грешил Господи. Прости меня грешеный, помилуй и благослови, Достови Дня святей дары, посылаю Моя Твою щедрой ресницей. Аллилуйя! Подводим итог сегодня. Понедельник. Мы съездили на первый мостик. Ребята почистили, что требовалось, и две таблички вывешали. Дно каменистое, чтобы люди подъезжающие не боялись переезжать. Там как река горная теперь течет. Далее. Я был у голубей и слышу шум. Я не понял, думал, пилой пилят. Я быстро говорю, я подхожу, гляжу, Сергей пятится. Пятится и по асфальту, и по отмоске едет. Просто по отмоске едет. Ну и сколько он поехал, столько я разломал ее. Что, нормально? Ну вплотную к дому. Я говорю, почему ты в дом-то не ударился-то? Зачем засел в машину, если ты не можешь ее и руководить? А с той стороны, там 4-5 метров свободного. Ну и разломал отмоску, все, посмотри. Ну и матушка там была, подвел как. Отпираться никак нельзя. След в машине, грязь, все занесенное где. Это событие дня. Три тополя у Романа. И все наклоненные на провода. Убрали. Он отключил электричество. Сняли провода. Натянули. Люди были в том направлении, где я отогнал машину. Все сделал как надо. Все. Это один день сегодня. Батюшка вернулся. Ходил он там, сейчас не комитет по образованию, а какое-то министерство по образованию. Может я неправильно понял. И они закрывают школу. Они закроют. Почему? Потому что они не работают, кто это делает. Они ничего не делают. Они сидят только и думают, как уничтожить русский народ. Как закрыть школу? Окна не с той стороны. Ну кто когда это знал? В школе окна не с той стороны. Дальше. Деревья растут. Деревья не должны расти. То есть он сидит, думает, пишет и хохочет. Что сделаем это, быдло заставим, уничтожено будет. Ну прямо на карту поставлены жизни России. Ну маленько то, почему не смотрит ни президент, ни кто за этим делом. Кого посадил? Кто? Роспотребнадзор. 110 тысяч человек брошено на то, чтобы это все сделать. Батюшка говорит, так мы в керосиновой лампе были в школе. И все выучились. И все считать умеем. И ничего нельзя сделать. То трубание там, то еще что-то, освещение не такое. Ну все абсолютно. Но я могу сейчас сказать условия. Из чашки не имеешь права есть, если она не будет золотая. А где я возьму? Ложка серебряная. Толкушка алмазная. Все. Иначе тебя в тюрьмах все ты будешь. А как есть? Как хочешь. Мы, например, сделали сколько заказ? Девять кусок помидоров. Больше нельзя. Если ты десять посадил, судить тебя будут. Но я смотрел, что на уничтожение идет. А что делать? Я об этом вопрос не ставлю, что делать. Мы молимся и представляем все на рассмотрение нашему Всевышнему Создателю. Он разберется, что это. Но факт тот, что эти люди недобра желают. Детям учиться негде. Лагеря закрывают все. А те, кто это делает, они ничего не создают. Они ни одного дерева не убрали. Они ничего не построили. Они поставлены для другого. А было раньше? Нет, не было. Но вот брошено произвело судьбы. И делай, что хочешь. Живи, как хочешь. Здесь нет. Здесь требования. Я тебя ограбил. Но живи по нормам моим богатого человека. Как я буду жить, когда ты меня ограбил? Тогда судить тебя буду. Судить ты можешь. А судьи-то кто? Это ты же поставил их, судьи-то. Это твои дети. И поэтому суд Божий приближается на это безумие. Я вот все рассматриваю и вижу, что где-то рядом-рядом вот-вот сорвется. Все. Этих домой отправить. Тоже думаю, что соображает или нет. Что ты будешь делать? С чем он занят был здесь? Здесь и чем там? Ничем. Совершенно. Что-то приобретает? Ну а что он приобретет? Это уже видно. Он на улице захватался матерков. Вот приехал. Материца. Материца. А здесь не слышат. Тебя за это крапивой отодрали. Раз, другой. Все нормально. Как есть. Вот мы подводим итог одного дня. Одного единственного дня понедельника. И все. Убрали дерево. Ветки растащили. Листья смели. Распилили на щурки и вылезли. Как будто там никогда ничего не было. Что значит Божье благословение? Садимся за стол. Господи Иисусе Христе Сыне Божий. Аминь за нас. Аминь. Божье. Типа. Орбай. Продолжение следует...